Ребят, всем привет! Вы на канале Криптофилы, меня зовут Коля, и сегодня мы рассмотрим проект Беконами. Это наш еженедельный разбор. За проект Беконами многие из вас голосовали в нашем телеграм-канале. И там, где спрос, там и предложение, поэтому давайте начнем с анализа. Беконами, как и любой другой проект, это очень хороший и достаточно большой шаг в сторону масс-адопшена крипты и вообще развития веб-3. Беконами – это очень хороший пример того, как действительно должна развиваться индустрия, на мой взгляд. И Беконами признан решить достаточно приличный проблем перед масс-адопшеном. То есть первая проблема, которую решает Беконами – это огромные комиссии за транзакцию в сети эфира. То есть сейчас, если юзер придет вообще в веб-3, он столкнется с тем, что ему нужно за транзакцию в сети эфира заплатить 100, 200, иногда 300 даже долларов. Во-вторых, мы можем платить только в эфире. То есть сам по себе эфир, он достаточно волатилен. И мы должны всегда держать этот эфир на своем кошельке. То есть поэтому наши средства, они сами по себе еще будут волатилить, которые должны использоваться на оплату комиссии. То есть это не только высокая комиссия за транзакцию, но также волатильность этих комиссий каждую секунду меняется. Поэтому это тоже вставляет достаточно большие палки в масс-адопшен. Давайте уже перейдем к решениям беконами, как они решают данные проблемы. Беконами – это релэйр протокол, который помогает вообще всем разработчикам использовать API и SDK интеграции, которые представляют беконами. И это сильно упрощает жизнь самим разработчикам. Я не буду в технические всякие подробности вдаваться, но это просто в целом упрощает жизнь разработчикам и даже нам, обычным юзерам. Потому что разработчики могут так быстрее создавать решения в Web3. И что еще предлагают беконами? Они предлагают надстройку в сети эфира, где не нужно будет платить огромных комиссий. Давайте перейдем уже к продуктам беконами и расскажем про эту надстройку, которую предложил бекон. Среди продуктов мы сразу же видим, что у нас есть хайфен – это мост Crosschain Bridge. Я открыл примерно их продукт. Можно, конечно, еще его запустить. Давайте запустим. На данный момент данный мост является одним из наиболее эффективных на рынке всех мостов. Именно с точки зрения, допустим, перегона эфира на полигон. И я сравнивал мосты, которые, допустим, есть у полигоновских стандартных мостов. Есть вот этот данный мост. Что касается комиссий, в обычном мосте, если вы, по вероятности, перегоняете с эфира на полигон, то вы платите комиссию, может быть, около 50, может быть, даже 100 долларов за перегон. Один. Если вы перегоняете, значит, даже большой объем эфира. Но тут у вас комиссия будет практически равна не то чтобы нулю, но близка к одному баксу. То есть в районе одного доллара у вас будет колебаться комиссия. Это очень дешево и очень эффективно. То есть у них уже есть этот мост, это уже работающий продукт. Давайте теперь перейдем вот еще к другому продукту. Это вот Gasless. История. Они пишут в своей документации, что они практически обнуляют газ. Как они это делают? У них есть так называемая, вот как раз у них есть этот рилейер протокол. И у них рилейеры, они отвечают как раз за оптимизацию оплаты комиссий. То есть как только у нас рилейер получает какую-то, ну, допустим, он видит информацию, что нужно оплачивать комиссию и видит, что эта комиссия растет. То есть, допустим, внезапно увеличилась нагрузка на сеть, резко растет комиссия. Рилейер потихонечку подкручивает, не резко, потихонечку подкручивает вашу комиссию. И за счет этого оптимизирует и позволяет вам заплатить наименьшие деньги за транзакцию. Наименьшую комиссию за транзакцию. Потому что подъем оплаты идет постепенно. Часто мы с вами сталкивались, что при оплате в эфире скачок может быть внезапный. И у вас просто может быть как будто бы проскальзывание комиссии, вы можете заплатить не 100 долларов, а по 120. А в беконами это будет все оптимизировано, и вы будете платить самую эффективную комиссию на данный момент. Это первое. Второе. У них еще есть форвард-система. Форвард-система позволяет вам оплачивать комиссии не только в эфире, но и в стейблкоинах DAI, USDC, USDT. В дальнейшем они еще внедрят оплату комиссии другими криптовалютами. На данный момент они внедрили только USDC и USDT, потому что у них самая большая ликвидность. Как раз это тоже им позволяет достаточно хорошо оптимизировать всю систему, и вам не нужно держать волатильный эфир, вы можете просто оплачивать комиссии в стейблкоинах. Это тоже очень круто. Так, вроде бы мы с вами посмотрели их продукты. Да, если я ничего не забыл. Вроде бы это все их продукты на данный момент, которые сейчас созданы. Ребята реально работают. У ребят очень хорошие инвестора. Давайте теперь посмотрим, кто вообще среди них есть. Мы видим, что у них есть Binance. Сразу же Coinbase Ventures. Видим сразу же Morningstar Ventures. Мы с вами рассматривали. В одном из проектов их. Венчерс. Давайте теперь будем тоже немножко расширять кругозор и глянем других инвесторов. Механизм и FNBush Capital. Что касается FNBush Capital, мы видим, что у них достаточно неплохое портфолио. Они инвестируют не только в крипту, но я думаю, они также инвестируют и в фондовый рынок. У них портфолио BtSync, Circle, Definite, Edge, HashHealth, Haken, Kusama. То есть достаточно неплохие проекты, которые на слуху, реально на слуху. Поэтому я бы их отнес к Тир-2. А, у них в команде вообще есть Виталик, походу. Да, у них среди адвайзеров Виталик Бутерин. Я бы тогда не отнес ни к Тир-2, а к Тир-1. Потому что иметь Виталика Бутерина среди адвайзеров это дорогого стоит. Поэтому FNBush Capital, я думаю, это Тир-1, Тир-2 максимум. Теперь посмотрим механизм Capital. Механизмы мы видим. Arbitrum, Arwave, Bikonomy, Banky, тоже достаточно неплохо. Chainflip, Covalent, Criowar, Curve, Dunkbank. Ну, тоже интересно, интересно совершенно портфолио с хорошими проектами. Поэтому я бы отнес механизм Capital к Тир-2. Тир-2. Инвесторов мы с вами кратко посмотрели. Теперь нам с вами нужно еще понять, по какой цене они захотели. Как обычно, я хотел найти все в Миссаре. Но в Миссаре нет вообще практически никакой информации. Ведь пусто, вообще пусто. Поэтому пришлось идти обходными путями. Я там заглядывал в Crunchbase, сколько на каких раундах поднимали. И также еще в CoinList очень хорошая на страничке была информация по вестингам и по объему. Вот, по распределению. Нам нужно понять, вот ребята на стратегике правила, по сколько закупались на этих двух. И мы видим вот тут их тоже вестинги, тоже достаточно неплохо. Мы тоже используем. Так, тут не было тоже информации, никакой потокеномики. Поэтому я считал все вручную. Я узнал, что вот тут у них Total Supply, это 1 миллиард бика. И смотрите, что он и считал. Вот. У нас есть Private AC Drowned. Они собирали по 6, 38 и 12 процентов. Суммарно. Всего Supply это 6, 38 и 12 процентов. Продавалось токен. То есть, если у нас миллиард лунный Supply, то 638 миллионов это Seed Round. И, ой, не 606 миллионов, 380 тысяч, по-моему, да. А, нет, 63 миллиона, 63, извините. 63 миллиона это Seed Round токенов. И 120 миллионов это Private Round. Это такой объем монет был продан на этих раунд. Денег собрано на каждом раунде. Вот написано сколько. Это я нашел в CrunchBase и также мне отвечали там в E-группе, в Телеграме официальный админ. И вот 9 миллионов кобра. Смотрим теперь, ну, просто рассчитываем, обычно математика по стоимости монет. То есть, мы видим, что Seed Round заходил по 2,5 цента, ну, 2,4, а Private по 7,5 центов. И мы сразу же еще смотрим в CoinList, поскольку же у нас был, ну, там, пресейл, если так можно сказать, да. Поскольку у нас тут было. У нас тут было по 25 центов и по 15 центов. Теперь мы должны еще понять, какие у них лукапы. Тут у нас лукапы достаточно жесткие. Ну, вот G25 центов не сильно жесткие. То есть, у нас линер релиз уже пошел с 23 ноября. Уже сейчас идет линер релиз каждый месяц. И вот тут у нас 10% анлоков в ноябре 23-го. И остальное там уже с Clif. То есть, это уже по факту ребята, вот это уже продали и сидят в Clif. Эти ребята продают постепенно. Смотрим теперь у других инвесторов что. У других инвесторов. Видим, что вот тут лукап. Тоже лукап большой достаточно. Они нам вообще никак не навредят. Могли навредить только приватчики. Вот 10% эффективности, интегрия. И 6 месяцев лукапа тут. У них уже пошло тоже. И потом уже линер релиз 24 года. То есть, очень медленно будет разлачиваться. То есть, да-да, просто пройдут. Вот тут лукапы 3 года, тут практически 3 года, тут тоже будет практически 3 года. То есть, вот эти вот ребята у нас хорошо залочены. Это меня, честно говоря, радует, потому что разлод был очень маленький. Монета стрельнула и откатилась как раз на продажах и продажах вот этих флипперов. Видите, вот эти вот флипперы, ну, если так можно сказать, да, ребята, которые имеют, ну, трехмесячный линейный вестинг. И он начался у них 23 ноября. И по факту у них вот с этим трехмесячным линейным вестингом он закончится 23 февраля. То есть, я для себя рассматриваю продажу, когда у нас давление на цену закончится в районе 23 февраля. Ну, да, в районе в конце февраля, начало марта. Потому что у нас выйдут все флипперы. То есть, у нас вот эти ребята уже вышли. Вышли те ребята, которые тоже 10% на private round получили. Остались только вот эти флипперы. Их давление закончится в районе как раз февраля, 23 февраля. Давайте теперь откроем график. Моя любимая. TradingView. TradingView. Давайте откроем сразу же Binance. Да, что мы видим вот тут на графике? Откроем девочку. Видим, что монетку хорошо укатывают. Но неудивительно, потому что стартовала она там с 8 баксов. Ну, не с 8, она стартовала в районе 5 баксов. Но это, если учитывать, что seed round и private, который продавал. То есть, у private практически было 100 иксов. У них там было 80 иксов. 80-90 иксов у них было на листинге. И они имели 10% разлока на DGE. Тоже интересно. Поэтому, я думаю, они продавали, потому что это, ну, все-таки x100. Да, любой приватчик, даже любой фонд, но все равно заинтересован в некой наживе. И тоже в некоторых спекуляциях, потому что все хотят зарабатывать. Но потом это, понятно, все скатывалось, скатывалось, скатывалось хорошенько вниз. Вот тут у нас была хорошая торговочка объема. И мы еще дальше ниже скатились. По какой цене я буду откупать? И когда? Я уже сказал, что я хочу откупать где-то в районе конца февраля, когда выйдет опция 1, коин листа полностью, она точно выйдет. И у нас останется огромное количество монет в лоукапах у приватчиков и сид инвесторов. И даже тех, кто на коин все заходил, в опцию 2. Чего я жду? Я жду, пока цена спустится в районе 1 бакса. Потому что 1 бакс, во-первых, это психологический отметок, ниже которого мы вряд ли уйдем. Во-вторых, 1 бакс, это по факту будет 50 иксов к сид инвесторам. И около, даже не 20, ну да, не даже не 20, я бы сказал, а около 15 иксов к приватчикам. То есть если у нас приватчики заходили по 75 центов, у них 1 бакс это будет 15 иксов. 15 иксов это не так много для private round. Приватчики тоже заинтенционно фиксировать в районе X100. То есть это 7,5 баксов. А они еще пока что полностью не зафиксировались, они заходили только 10%. Поэтому я что думаю? Я буду откупать в районе 1 доллара. Очень жду, пока цена туда придет. И в районе бакса буду откупать. Но не дай бог, конечно, случится у нас слом тренда раньше. Что я подразумеваю по словам тренда? Сейчас покажу. Вот тут у нас идет по факту вот такое вот движение. Я думаю, у нас вот такое примерно движение может быть продолжится. Допустим, даже если пойдет вот так. У нас вот такой будет трендик вниз. Вот тут мы дойдем до заветной цели, допустим, в 1 бакс. В 1 бакс мы дойдем к этой заветной цели. И я куплю, во-первых, в районе 1 бакса что-то сразу же. И еще докуплюсь. Докуплюсь. В случае, если у нас произойдет такая вещь. У нас будет вот такой слом тренда. Вот это вот у нас будет уровень. Вот такой уровень. Вот этот. Это уровень слома тренда. Это тот уровень, та точка, с которой мы обновили лои. Вот тут мы лои обновили. То есть вот тут, если у нас там, допустим, было 1,1. Если мы дойдем вот сюда до единицы, то это уже будет обновление лоя. И как раз обновив лои, мы будем понимать, что вот эта вот точка в районе 1,7, это будет точка слома тренда. И когда мы тренд шартовый, вот этот шартовый большой тренд сломаем, мы пойдем в лонг, я буду еще докупаться при сломе тренда. Да. Если мы сломаем как раз этот уровень по шартовому тренду. Поэтому для меня это привлекательная будет ситуация. Я буду докупаться тут. И докупаться еще на одном баксе. Более детально я уже буду говорить про свою точку входа в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Если хотите, заходите, следите. В принципе, по беконам итог таков. Очень хороший, крепкий фундаментал с готовым продуктом. Готовый продукт, это реально очень круто. И хорошо, что у них в документах все достаточно подробно написано. Если вы хотите детально все это прочитать, тоже спокойно читайте. Тут ничего трудного нет, даже я понял, без особого технического бэкграунда. Все очень прикольно. Вот тут про SDK, про IP, тут тоже написано. Поэтому welcome, если вас интересует еще больше фундаментал, к ним документацию. Токеномика у них достаточно приятная. Достаточно длинные инвестинги для инвесторов ранних. Далее заработать ребятам с CoinList. Их тоже не обидели. Нет каких-то космических X-ов, там X-1000, как мы видели с вами на ICP, к ранним инвесторам. Поэтому я рассматриваю этот проект как очень хороший, крепкий долгосрок. Но, конечно, откупать сейчас не буду. Я все время откупаю по технике. Конечно, идея проекта фундаментальная и привлекательная. Но, sorry, я все равно верю в то, что техника для открытия позиций – это самый кайф, который может быть. Технический анализ обязательно должен быть. Поэтому я рассчитываю покупать в районе одного бакса или при сломе тренда. Поэтому всех благодарю, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, если вам действительно понравилось. Пишите комментарии с вопросами, замечаниями, критикой. Ключевой, объективной критикой. Я всегда рад ее слышать. И ключевой для меня сейчас – это ваша обратная связь. Она меня действительно мотивирует. Так что спасибо, что досмотрели еще раз это видео до конца. Всем удачи, всем профита. На связи.